В первой квартире хозяина не оказалось, уехал по делам. Его долг за коммунальные услуги свыше 300 тысяч рублей, поэтому сноха-должника визиту судебных приставов не удивилась. Деньги, наверное, жалко. Полностью его кормим, поем, обкуриваем, можно сказать. А как он деньги девает, я не знаю. Наверное, на эти монитору кочем. Бороться с ним я уже устала, если честно. За вечер судебные приставы посещают до 10 квартир. Жильцы реагируют по-разному. Кто-то и вовсе не открывает двери. Другие рассказывают о том, что зарплату задерживают. Третьи со дня на день продают квартиру, чтобы рассчитаться с долгами. Вместе с тем коммунальщики обращаются в суд только в том случае, если жильцы не оплачивают задолженность более полугода. К судебным приставам мы обращаемся только в крайнем случае, когда люди накапливают большую задолженность. Но мы со своей стороны стараемся идти людям навстречу, предоставляем рассрочку. Но если уже люди не платят, то обращаемся к судебным приставам. Описанное имущество – это чаще всего бытовая техника и электроника – остается хозяевам на ответственное хранение. Дарить и продавать эти вещи нельзя. У собственника есть 10 дней, чтобы выкупить свое имущество. В дальнейшем, если установлены законом сроки, должники не погасят свою задолженность, арестованное имущество будет оценено и передано на специализированную организацию для последующей реализации и получения денежных средств. В числе прочих санкций за неуплату коммунальных услуг – ограничение выезда за пределы Российской Федерации административная и уголовная ответственность. Однако, как рассказывают судебные приставы, после их визита граждане осознают всю серьезность ситуации и стараются найти деньги для погашения долга.